Ну, что нам понадобится? Сейчас я вам покажу. Тут у меня килограмм муки, уже я просеяла. 700 миллилитров горячей воды. Нам надо любого масла, да, но я хочу сегодня добавить оливковое, 3 столовые ложки. И чайную такую с горкой ложечку соли. Больше туда ничего не надо. Поехали. Так, это большая ложка, но я просто маленькой ложечкой не размешаюсь. Вот такую вот хорошую ложечку. У меня тесто, если остается, я всегда оставляю, например, на завтра или там послезавтра на вареники. Вот такой вот. Все, убираем. Размешиваем. И потихоньку льем, делаем какашицу. Смотрите. Все поэтапно. И завариваем наши... Нашу луку завариваем. Это очень вкусно. Мы всегда так дома делали, помню. Без яиц всегда мама делала. Всегда. Да, и очень вкусные. Я уже, как знаю, этот рецепт давно. И он сам по себе старый. Этот рецепт как бы только вот такое вот заварное на горячей воде. И, поверьте мне, такое очень вкусное получается. Все. Сейчас вливаю все. Все сюда. Это масло еще у нас с Италии осталось. Мы его любим. Постоянно, каждый год покупаем вот такое масло оливковое. Ну и так вот, три столовые ложечки. Можно любое. Еще раз вам скажу, любого можно. Раз. Два. И три. Ну и потихоньку замешиваем наше тесто. Смотрите, какое тесто хорошее. Вы смотрите по своей муке, да, сколько вам надо будет. Может быть килограмм, может быть килограмм там сто уйдет, да, и сто грамм. Все мука разная. Ну и все. Сейчас я буду замешивать руками. Достаю свои перчатки. Тесто немножко горячее, но ничего страшного. Мы будем потихоньку замешивать. Так. Ждите. Затирайте ваши стеночки, чтобы была такая вот, знаете, чистая у вас чашка. После каждой работы должна быть чистота. Борщ я сегодня тоже буду варить красный, без свеклы, с фасолью. Ну, я варю любой борщ. У меня, как бы, знаете, борщи любят. Вот у меня как раз завтра в понедельник, да, у меня опять 10 дней без перерыва, девчата. И я всегда говорю, борщ варю. Конечно, на два дня нам хватает борща. Но завезу я еще до сухи что-то варю, да. Это уже как детям. Это у меня муж может борщ кушать. Я вот, а вот дети у меня, как бы, борщ два дня не могут кушать. И я стараюсь картофель переделать. Ну, еще что-нибудь, как варю, да. Рис там, плов. Ой, какое тесто хорошее. Сегодня у нас солнышко, ни одного облачка нет. Ой, какое тесто нежное-нежное получается тесто. Сейчас я вам покажу. Ну, его надо подержать, да, девчата. Смотрите, оно отлипает, все хорошо. Чтоб оно 10 минут вот так вот полежало. Чтоб оно остыло именно. Вот такое вот тесто получается. Все. Накрывать его ничем не будем, потому что нам надо, чтобы оно немножко остыло. Просто убираем в сторонку. Так, ну, что нам надо? Лук я всегда делаю только через блендер. Они потом сочные. Раньше нарезала, но все равно. Раньше они просто такие, знаете, сочные все равно были. Но я вам так скажу. Когда через блендер, они совсем другие. Совсем другие. Тут у меня 500 грамм геммишты. Это говядина и свинина. Что нам надо будет? Перец. Так, перец, соль. Немножко там воды. Две-три ложечки добавляем. И все. Больше ничего. Потому что я вижу, сейчас добавляют и петрушку всякую, и всячину туда. Но мы делали раньше только в чистом фарше. Поверьте, он очень вкусный. Это наш как домашний рецепт. Никакие примеси, ничего. Мы больше сюда не добавляем. Перец, и соль, и лук. И все. Вот такой вот лук большой. Три штуки. Так, посмотрите. Все через блендер я перерубила. Теперь я высыпаю сюда. Добавляю туда, где-то так, как я вам говорила, водички. Ну и все. Я уже как бы знаю, да, сколько перца. Вот так вот. Ну, пускай будет тут полторы столовые ложечки соли. Я уже как знаю на вкус, как они делаются. Вот так вот пускай будет. И перчик. И тесто тоже пускай немножко полежит. Поверьте, сам фарш даст тоже сок. Оно немножко здесь замаринуется. Потом еще раз перемешать. И все. Ой, девчата, не знаю, чего делать. У меня всегда, вот как только я лук почищу, у меня слезы ручьем. Что я только не делала. И воду в рот набирала. И там очки я одевала. И не могу. Любой лук. Любой лук, если я почищу, даже пускай он будет еще немножко перца. И у меня вот вообще, у меня прям слезы ручьем, я говорю. Вот такая вот прелесть получается. Сейчас я вам покажу. Ну и все так. Все. Затираем нашу эту. Ой, упала. Вот такой вот фарш получается. Такой вот хороший. Я его сейчас еще переложу немножечко. Вот так вот. Вот такая вот, посмотрите. Видите? Все. Ну, тоже отложу как фарш. Ой, как наше тесто. И пускай немножко оно постоит. Ну, приступаем. Приступаем делать. По сковородке я налила масло, обыкновенно подсолнечное, без запаха. Сейчас посмотрим, может быть, нам еще надо будет немножко мутки присыпать. Вот такие вот. Немножечко вот сюда вот я сделаю. Ну, вот так вот, ручками. Тесто очень нежное, такое хорошее. Ну и хорошо еще замешиваем. Так, сюда чуть подвину. Немножко туда подвину. Тесто получается много. Видите, оно даже не прилипает. Ну и все. Сейчас отрезаем. Половинку убираем. Хочу посмотреть, сколько у меня выйдет. Ну, еще. Ну, немножечко муки, да? Люблю месить. Люблю. Мне это очень нравится. Все, вот, как я делаю, еще наполовинку. Ну, все, делаем такие равномерные кусочки. Кто любит большие чебуреки, кто любит средние. Но чебуреки маленькие, конечно, не бывают. Это делает уже, как пошло, знаете, от каждой семьи, да? А так, они всегда были, чебуреки плохие, ой, плохие, говорю. Чебуреки всегда были большие. Мы в основном, когда в Казахстан приехали, всегда на Манагбай. Мне нравилось. Вот как выход, да, вот на Манагбай. Там постоянно продавались вот такие чебуреки. До того вкусные, большие. Вот так мне нравилось, так мне нравилось. Я говорю, оттуда вот эти чебуреки. Сейчас, девчата, я вам покажу просто, да, как сделать, чтобы... Так, вы, наверное, сами знаете, как, да, их вот, например... Ну, еще немножечко муки возьмем. Муки еще где-то надо будет 100 грамм, да? Чтобы как просто тесто размешивать, чтобы у вас было еще... Так, ну и... Вот он, наш фарш. Тоже пропитался. Ну, и вот такие вот начинаем делать. Вот такая вот красота. Ну, все, видно, не видно. Вот так сделаем. Ну, поехали. Вот сюда вот накладываем. Тесто должно быть у вас тоненько, да, чтобы вы тоненько раскатывали. Я уже буду делать по-своему. Я тесто кручу, верчу. Так, и... Девчата, всегда делаю вилочкой. Все, вот такие вот они получаются, большие. Большие, тоненькие и вкусные. Ну, вот такие наши чебуречки получаются. Столько я масла налила, чтобы они у вас, знаете, немножко утонули. Ну, все, будем теперь ждать и переворачивать с двух сторон. Ну, вот такая вот красота получается. Вот они все тут в кукурышках. Дома запах такой. Ну, сразу понятно, чебуреки или... Чебуреки или беляши. Всегда еще такой, ну, как запах исходит, да? Очень вкусный. Так, девочки, сразу демонстрирую. Видите, капает. Посмотрите, сейчас я разрываю. Ой, какой горячий. Ах, кот, ой, кот. Вот, посмотрите. Видите, что? Вот такие тоненькие, вкусные чебуречки у нас получаются. Посмотрите, какая прелесть. Ммм, сколько воды. Что-то выпекало. Ну, вы только посмотрите на мою прелесть. Получилось у меня 19 штук. Вот. Тут где попробовали немножко. Но очень вкусные. Советую вам. Попробуйте, пожалуйста. У вас все получится. Поверьте мне. Только хорошо тесто надо вымесить. И тоненько, да? Мукой прям. И очень вкусный. И фарш. Это чисто домашний рецепт, хочу сказать. И вот как делали дома, как мама делала. Ничего, фарш больше не добавляла. Никаких этих. Соль и перец. Все. Ну, вот такая вот вкуснятина у меня получилась. Ну, давайте возьмем отсюда. Пусть стоите, эти еще у меня горячие. Вот такая вот. Смотрите, какие они вкусные. Даже текут еще. Сюда вот положим. Пусть стоите, эти еще у меня нет. Пусть стоите.